После того, как Шкода презентовала Эниак, а Volkswagen выкатил ID.4, стало понятно, что следующий, электрическую платформу MEB освоит марка Audi. Что, собственно, и произошло. Новый кроссовер Audi Q4 e-tron, ближайший родственник Эниака и ID.4. По формату новичок занял тесную нишу между паркетниками Q3 и Q5. Притом, четыре кольца, дабы привлечь максимум клиентуры, сразу вывели не только стандартный универсал. Но и купеобразный спортбэк со скошенной кормой. Учитывая электромобильную компоновку, внутреннему пространству Q4 однозначно позавидуют модели классом выше. А другие Audi позавидуют дизайну. Мы не устанем повторять, что вольт-амперным машинам ингольштадцы отрежают куда более любопытные интерьеры. Также отметим, что сидения второго ряда стоят на 7 сантиметров выше первого. При этом над головами пассажиров остается предостаточно места. В итоге гости спортбэка не будут чувствовать себя ущемленными. В базовой версии электрокроссовер Audi имеет строго задний привод. Притом колеса вращает скромный моторчик отдачей всего 170 сил. Без подзарядки такая машина преодолеет около 350 километров. При такой мощности динамика, мягко говоря, воображение не поражает. На разгон до сотни тратится 9 секунд, а максимальная скорость составляет скромные 160 километров в час. Дальше сработает электронный ограничитель. На ступеньку выше располагается 200-сильное исполнение, на удивление недоступное для спортбэка. Оно лишь немногим динамичнее базового, зато запас хода, благодаря увеличенной батарее, превышает полтысячи километров. У полноприводного Q4 суммарная отдача обоих движков 300 лошадей, так что сотню он разменивает за 6 секунд. Дальнобойность от этого почти не страдает. Отмахать 500 км такому паркетнику вполне по силам. Несмотря на электрическую сущность, новый Ауди весьма практичен, поскольку от мощных терминалов постоянного тока батарея за 10 минут может принять заряд для 130 км пробега. Этого хватит, скажем, для поездки на работу и обратно. В Германии старт продаж назначен на июнь. Стартовая цена 42 тысячи евро или почти 4 миллиона рублей. Наверное, немцам такое предложение окажется по карману, но для нас однозначно дороговато. Продолжение следует...